МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опа! Ну что, дорогой мой друг, куда мы сегодня приехали? Мы сегодня приехали к нашему дорогому другу, его зовут Виталий Тиким. Он у нас в СИА-ЧИСАИ, это Чентрул Интер... Сучал Интеркултурал. Давай заново просто скажем Чентрул Сучал Интеркултурал. Да, Чентрул Сучал Интеркултурал. На каком этаже, Виталик, заседает? Он ждет, я не помню, кажется, на 10 этаже, он нас ждет, а нам осталось купить только печенюшки. Мы же не пойдем с пустыми руками к нашему любимому, уважаемому другу. Поехали, поехали. Я утром встал в 9 часов утра, поехал на экзамен, сдал экзамен. Я думаю, успешно. У меня сейчас болит голова в 6 часов вечера. Но я сегодня пообедал, это уже хорошо. Я думаю, нас Виталик встретит, потому что у него там в офисе есть стол для пинг-понга. Я в прошлый раз ему проиграл, когда приезжал, поэтому у меня сейчас будет шанс отыграться. Взывай лифт. Вот так вот все просто. Мастер спорта по ага. Да, я не просто. Я люблю пинг-понг. На самом деле, пинг-понг это очень круто. Когда ты держишь в руках ракетку и легким движением руки посылаешь шарик на территорию врага. У-у-у, как это заводит. Хорошо, тогда я просто с Виталиком поговорим о жизни. Вы поговорите о жизни, а я с Виталиком поиграю. Сегодня мы поделим с тобой Виталика. Виталик, мы идем тебя делить. Да, на самом деле у нас... Мы его давно не видели, очень давно. И, честно говоря, скучали. Снимай, снимай. Вот и он, вот и он. Здравствуйте. Наконец-то, наконец-то. Вот и Ким. Вот, вот он. Ким Костя. Вот он, этот человек. С ним можно не просто в разведку пойти, а можно и в Марсельскую разведку, и во Франкфуртскую, и в Мюнхенскую. Ёлка, кстати, красивее, чем в центре города. Славка. Ёлка красивее, чем в центре города. Смотрите, покажи ёлку. Киртока, учись. Не будем грузить зритель, что не так. Мы пришли с камерой, не просто так. Мы поднялись. Мы купили человека с камерой. Фера, Фера. Как же Фера? Мы будем снимать. Как дела, когда мы идем играть в баскетбол? Это нас. Мы нашли человека, который на втором месте в стояновке. Такой низик, и берем, будем играть. Хорошо. А пинг-пинг, еще есть стол? Конечно. Ну, лучше я пришел отыгрываться. Идем, я тебе покажу. Прямо сейчас? Покачай, греть. Ну, давай, давай, а я буду комментировать. Погнали. Мы идем играть в пинг-понг. Пинг-понг – это мое второе имя. Когда говорят о пинг-понге, говорят о Сереже. Когда говорят о Сереже, думают о пинг-понге. Видите эту руку? Это продолжение ракетки. Моя любимая подача. Я могу подать ровно вот тот угол. Покажите тот угол. Покажите. Посмотри. Кто-то ведет в уме счет? Счет. Я буду вести. Давай. 1-0 2-0 3-0 Сейчас соберется, Серега. Сейчас соберется. 4-0 Эй, плохому пинг-понгисту камера мешает. 8-2 Ой-ой-ой-ой, это Роджер Федерер просто. Я не знаю, как я берешь. До 21-го. Ай-яй-яй. Вы понимаете, что когда вы играете в пинг-понг, где-то за вами следят китайцы. Они пытаются выделить кого-то из вас. Какой счет финальный? Какой счет финальный? Счет на 29-9. В очередной раз я проиграл. Но это очередной повод, чтобы я вернулся сюда обратно и взял этот матч реванш. Поздравляю с выигрышем. Теперь я ухожу и забираю свои печеньки. Ну да, я проиграл, и что? Но я же не буду расстраиваться. Пусть расстраивается тот, кому нужно чинить стол. И шарик, и ракетки. Ненавижу пинг-понг. Вот именно в этих кулуарах, часы, мы снимали свой первый фильм. Во-первых, наш первый фильм снимался. Сейчас, чтобы не соврать, в двух-трех странах. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, ты что, для таких соседок, и особенно симпатичных, мы всегда найдем время, да? Это мой друг художник, и он как раз ищет модель для портрета. Но ведь не я, не я его создатель. Но ведь ты его нарисовал. Подождите, вы все равно не поймете. Рома не до тебя. Подождите рисовать пациентов. Михаил, ко мне! Вы что вы делаете? Вы не понимаете, мне нужно дорисовать. Оставьте меня. Мне нужно дорисовать. Он попросил подключать мне. Как я могу жалеть о возвращении к жизни? Пусть он такой идеальный, но жизни... Для роли в этом фильме мне дали эту рубашку. И потом, в качестве гонорара, после завершения съемок, мне дали эту рубашку. И теперь я в этой рубашке ищу новый фильм. Чтобы у меня была новая рубашка. Ну или новые джинсы. Туфли. Вообще здорово было. Вот можно сказать, что прошлые времена лучше, чем сейчас? Или нет? Можно, но нельзя так говорить. Да, но то, что будет еще лучше. Надо стремиться. Золотые часы. Ты свои продал. Продал, Виталий. Ты продал золотые часы. А помните, когда мы снимали фильм Марсели? Нет. Мы не спали до пяти утра. До пяти, помнишь? До пяти утра не спали. Как были удивлены французы отношением нашим к культуре и ко всему. Они не понимали, что мы потеряли на том острове, на котором мы четыре раза подряд что-нибудь там, клад какой-то ищем. Один раз мы забыли. А как вам нечего вспомнить? А шторм? Вы что, не помните с острова, когда возвращались? Это знаменитый шторм. Это знаменитый шторм. Это шторм, который я не запомнил. У меня еще фотографии сохранились. Мы фотографировались на этой маленькой лодочке на фоне замков. Очень классные фотографии. Но фотография не передает тех ощущений, которые мы тогда испытали. Да, вот Тихо-21 оплотит нам, и мы поедем в Марсель и восстановим всю хронику. Я надеюсь, оплотит. Оператор смеется, потому что знает, что оплотит. Нам есть что рассказать. Так и честно, молчите. А что говорить? Вот, допустим, как мы были в Мюнхене, была такая... Помнишь, когда мы встретили русских? Идем, идем, и две девчонки, две девчонки нам, три девчонки нам покрывали. И по-русски болтают, болтают по-русски. То есть можно одно такое. Как отличить русских в Европе? Подходите к самым красивым девушкам, это русские. Очень просто. Все остальные это иностранки. А самые красивые это русские. И молдаванки, конечно, и молдаванки. И украинки. И украинки, да. Все наши, в общем, так сказать. Все наши красивые. Да, но что примечательно, вот Сережа начал рассказывать, что между собой за рубежом девушки сидят втроем и общаются на русском. А когда мы к ним подходим и слышим, что они говорят на русском, мы подходим к ним, что спросить, какие там местные достопримечательности можно посмотреть. А девушки сразу же между собой резко начинают разговаривать на немецком. То есть что это? Как вы понимаете такое отношение? Почему, когда никого нет, они между собой говорят на русском, а когда уже подходят русские и задают вопрос на русском, они начинают между собой на немецком? Женщин и так сложно понять. А по-немецки вдвойне сложнее. Расскажите ту историю, вот когда ты что-то запел в центре Франкфурта и кто выбежал там? Рома комьюнити. Значит, мы только приехали во Франкфурт и на кураже идем. И я начинаю петь. А, был я, ты, Дмитрий. Я тоже там был я. Потом и сами батиза. Мы идем, мы шли снимать сюжет для нашей передачи. Тогда открывался второй сезон. Идем, у меня душа пела. И я начал петь с Зинаидой Жулией песню. Я сербетарь, шересу, не музыка. И тут, откуда ни возьмись, набегает куча цыган. Это напомню, центр Франкфурта. Мы идем в бизнес-центр Франкфурта. Пихают нам детей каких-то хоров. Цепляются за руки, хотят танцевать. Но мы убежали от них. Потому что мы быстро бегаем. Вот. А мы только что сидели и обвиняли русских, которые с нами вдруг заговорили на немецком. Так и мы. На молдавском идем. Цыгане подбежали к нам. А мы вдруг сразу на немецком убежали. На английском. Почему я не понимаю? Мы же тоже какая-нибудь... То есть вы повели себя точно так же. Ах, вот он человек. Он критикует другого за то же самое, что он и делает. То есть это как рефлекс. Какой неосознанный рефлекс. Мы стояли у вокзала, когда хотели позвонить Виталику. Мы звонили, нашли от Бутурга. И говорим, Дима подходит к нему и просит на английском. Говорит, да, пожалуйста, телефон позвоните. Он дает телефон. Говорит, да, но только здесь, по месту. Мы сказали, да, по месту. И набираем номер Orange. Молдавский. Молдавский. Мы же... Мы звонили там в Германию, на территорию Германии. Мы-то знаем, что Виталий, он в Германии. Мы звоним ему, он же попросил. Все, кто будет здесь, мы ей звоним. Знаешь, вот, Сергеич, за что еще я люблю Виталика? За то, что он один из немногих наших друзей, который остался здесь. В Молдове, в Кишиневе. И не уехал за границу. Хотя он мог, сколько раз только мы с ним уезжали. Он мог же переехать, забрать семью и жить там. Но нет. Он живет в Молдове и старается изменить здесь жизнь к лучшему. Дмитриевич, жизнь интересная штука. Видишь, судьбой суждено было встретить такого друга, как Виталик. Объездить с ним уже в довольно много стран. И я верю в то, что мы еще объездим целый мир в такой хорошей компании. Я, ты, Виталик. И, возможно, новые друзья, которых мы встретим. И вернуться сюда, обратно. К нам народ. Обязательно. А смотри, а вот кто-то улетает. Эй! Нам здесь хорошо! Слышите? Возвращайтесь домой. Дома хорошо. Шай в Яцце. Директ Дим Яцце.